Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 13 апреля. И начать я хочу с того, что сегодня не просто 13 апреля, календарная дата. Сегодня очень знаменательный день. Сегодня день Нептуна. Причем не того мифического божества, которое мы привыкли подразумевать под этим названием. А день Нептуна, который был воплощен в металле и стал первым отечественным ракетным комплексом береговым под названием Нептун. Ракеты которого поражают цели врага и поражают их очень точно. И поражают их раз и навсегда. Так, 13 апреля 2022 года в акватории Черного моря двумя ракетами комплекса Нептун был поражен российский крейсер Москва. Москва утонула. Это был символизм. Накануне наши войска 6 апреля освободили Киевскую, Сумскую и Черниговскую область. Вышли на государственную границу. Это был, будем так говорить, первый наш шаг к нашей перемоге. И вот 13 апреля береговой ракетный комплекс Нептун наносит поражение неприступной крепости, как называли ее расисты. Которая, кстати, своей системой ПВО и прикрывала весь Черноморский флот. Наносит поражение флагману Черноморского флота, крейсеру Москва. В результате полученных повреждений крейсер затонул в считанные минуты. Практически сразу. И судьба у него была предрешена, на мой взгляд, у этого крейсера еще в первые дни войны нашими пограничниками с острова Змеиный. Это именно тот корабль, который был послан нашими пограничниками в известном направлении. По-моему, этот мем знает весь мир, не то что вся Украина и страны, и страны-партнеры, но весь мир. И буквально через несколько недель ракетный комплекс Нептун все-таки отправил этот корабль действительно в царство Нептуна. Где он сейчас и покоится на дне Черного моря. Разработал этот комплекс конструкторское бюро «Луч». Кстати, эта вышиванка – это подарок конструкторского бюро. Огромное спасибо и генеральному конструктору Олегу Коростылеву, и вообще сотрудникам этого конструкторского бюро. Здесь Нептунчики, которых, я надеюсь, станет как можно больше. В нашей стране тут «Шеврон» с логотипом КБ «Луч». Вообще, конструкторское бюро разрабатывает системы управления и логики. Это довольно известная КБ. У него огромная история. В следующем году они отмечают свой юбилей создания. И вот тут хочется сказать маленькую историческую справку, точнее даже не историческую, а связанную с названием КБ «Луч». Имеется в виду не луч как промень, как молния или как луч света. Дело в том, что конструкторское бюро «Луч» произошло от названия семейства специализированных цифровых вычислительных машин «Луч», которые были когда-то созданы этим КБ и серийно выпускались тоже на промышленной базе этого конструкторского бюро. Название которых, в свою очередь, является аббревиатурой. То есть, это не слово «Луч», это аббревиатура. Это логическая управляющая часть. То есть, КБ именно по системам боевого управления. И в самом названии заложен смысл «Логика и управление». Так что, не путайте наш КБ «Луч» с реальным лучом, а это действительно логика и управление. Я заочно знаком с конструкторским бюро, когда проходил службу в Главном управлении ракетных войск и артиллерии. Тогда оно еще так называлось. В те годы наше Главное управление принимало участие в разработке технических заданий на создание высокоточно управляемого снаряда «Альха» для реактивных систем залпового огня «Смерч» и для тяжелого противотанково-ракетного комплекса «Стугна». Так что, мое сотрудничество, я пересекался с этим бюро, и мне очень приятно, что сейчас они являются флагманом в разработке наших систем вооружения. «Стугна», «Альха», «Нептун», «Сегодня день Нептуна», «Сегодня Москва утонула», говоря словами одного известного российского политика. Поэтому я поздравляю КБ «Луч» и нас всех с вами, что у нас есть такое конструкторское бюро, которое в состоянии создать такое вооружение. С днем «Нептуна», так что помним об этом. Я думаю, что этот день должен войти в историю Украины. Это была идеологическая победа в первые недели войны, когда мы были подавлены таким массированным вторжением российских войск. И вот первый шаг, я уже сказал, это было освобождение северо-восточных территорий Украины от российских фашистов. И вот этот символизм «Москва утонула». Кто ее утопил? Наш «Нептун». Так что с днем «Нептуна». Ну а мы с вами переходим к оперативной обстановке, потому как война продолжается, и ситуация на фронте очень и очень обостренная. И за прошедшие сутки на линии фронта произошло 97 боевых столкновений. Нарастает противостояние, нарастает конфронтация. Враг пытается начать масштабную, ну будем считать так, они начали масштабную наступательную операцию на двух оперативных, даже трех оперативных направлениях. Я вам вчера рассказывал, как они сконфигурировали свои направления главных ударов. Их два определило российское командование, на мой взгляд. И активность, боевая активность на линии фронта резко растет. 97 боевых столкновений. А в общем, враг за прошедшие сутки нанес два ракетных и 91 авиационный удар. Совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По позициям наших войск и населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. К сожалению, в результате этих террористических атак есть убитые и раненые среди гражданского населения. А также разрушения получил как жилой фонд, так и объекты гражданской инфраструктуры. За прошедшие сутки авиационные удары российской авиации наносились в основном в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Далее пройдемся по оперативным направлениям. И начинаем мы, как обычно, с северного направления. Это Волынская и Полесская. Здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Ну и как проснулся опять белорусский диктатор, самопровозглашенный, и сделал еще одно политическое заявление, кстати, очень странное, хотя и для нас приятно звучащее. Оказывается, Беларусь не вступает в войну против Украины, потому что граница забаррикадирована так, что нам туда не подойти, сказал Лукашенко. Ну, нас это радует в том плане, что мы действительно, видимо, добились каких-то успехов, значительных успехов в плане оборудования северной границы в инженерном отношении и создании там оборонных рубежей, что даже белорусский диктатор, самопровозглашенный, боится подойти к нашей границе. Также белорусский диктатор оценил количество наших войск на участке украино-белорусской границы в 120 тысяч военных. И даже подчеркнул, что оказывается, мы хотим туда поставить французские войска, не знаю, знает ли об этом Эммануэль Макрон, а эти 120 тысяч направить против рашистской армии. Что было бы, кстати, для нас хорошим, наверное, подспорьем, но дай бог, чтобы эти слова сбылись в нашей действительности. А в остальном обстановка не претерпела никаких изменений и она стабильна и контролируема с нашей стороны. Особенно после таких утверждений белорусского диктатора, то точно можно сказать, что мы ее контролируем. Далее у нас идет Северское и Слобожанское направление. Тут противник сохраняет военное присутствие и, в принципе, обстановка тоже сохраняется такой же, без особых изменений. Продолжаются обстрелы. Правда, в эти сутки, слава богу, Сумская и Черниговская область не подвергались авиационным ударам. В эту ночь, как вы видите, мы ее пропустили. У врага, видимо, кончился боевой запал и ни ракетных, ни шахедных ударов, даже групповых по территории Украины не производилось. Так вот, на Слобожанском и Северском направлениях только Харьковская область подверглась и ударам вражеской артиллерии, и ударам вражеской авиации. Далее у нас идет линия фронта, и мы начинаем Купинское направление. Вчера Генеральный штаб в своей сводке объединял эти два направления вместе, в связи с тем, что боевая активность на обоих была практически нулевая. Проводились только оппозиционные бои, перестрелки и обмены артиллерийскими и авиационными ударами. Сегодня Купинское направление продолжает оставаться таковым, наступательных и штурмовых действий враг не проводил на этом направлении. А вот на Лиманском направлении есть незначительная активизация вражеских войск в районе населенного пункта Торская. Враг атаковал наши позиции, один раз была попытка атаки наших позиций, и она была неуспешной для врага. Понеся потери, противник отступил на исходные рубежи. Линия фронта на Лиманском направлении осталась без изменений. Далее идет Бахмутское направление. Вот здесь это северная часть направления главного удара Рашистской наступательной операции. Я бы ее уже, наверное, называл так. На Бахмутском направлении, там очень сложная обстановка, 33 атаки предпринял враг в районах населенных пунктов от Белогоровка. Верхнекаменская, Спорная, Выемка, Раздолевка, Часовьяр, Ивановская, Клещиевка, Андреевка. То есть, Вы видите, все, его, во-первых, расширюют генеральный штаб, теперь Белогоровка Луганской области, и северский выступ весь входит в Бахмутское направление. И все, вся эта часть фронта, она вся в огне. Враг пытается атаковать наши позиции при поддержке авиации, пытаясь прорвать нашу оборону и выйти к Часовому Яру. Информация с этого оперативного направления, ввиду такого большого количества атак, и ввиду того, что враг иногда проводит штурмовые действия, не прекращая, то есть круглосуточно, она иногда приходит немного противоречивая. Но на данный момент можно утверждать, что в Ивановском ситуация стабильна, враг не имеет полного контроля над населенным пунктом, мы удерживаем часть этого населенного пункта и ведем активные оборонительные бои в самом населенном пункте. Что касается Богдановки, то Богдановка сейчас, там идут ожесточенные бои за контроль над этим населенным пунктом. Вот такова информация на данный час. Сегодня ночью вражеские, несколько вражеских штурмовых групп пробились на северную окраину этого населенного пункта, и сейчас идет бой за сам населенный пункт. Враг не прекращает штурмов Богдановки, попыток штурмовать Богдановку, наши войска пытаются удерживать этот населенный пункт. Вот такова вот ситуация. Надеюсь, к завтрашним суткам или к исходу сегодняшних суток ситуация разъяснится, и мы с вами уже будем знать, какого результата достигли бои за Богдановку. Кто контролирует этот населенный пункт. Далее идет Авдеевское направление. Здесь враг подтягивает боевую интенсивность, пытаясь развернуть свои наступательные действия, расширить их и сделать, если вчера мы говорили о двух направлениях, северном и южном, это Бахмутское и Новопавловское, то сегодня вражеское командование решило подтянуть Авдеевское направление в плане интенсивности боев. И 18 атак было предпринято противникам именно на Авдеевском направлении. В основном атаки производились в районе населенных пунктов Новокалинова, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайская и Нитайлова. Рашисты штурмовали район железной дороги возле Новокалинового, и там, к сожалению, имели незначительный тактический успех. Атака производилась силами двух танков и большого количества боевых машин пехоты, при поддержке самой пехоты. Поэтому несколько позиций наши войска были вынуждены оставить в районе Новокалинового. Также противник штурмовал район Бердичев и Семеновки, но успеха не имел. Продолжаются вот эти штурмовые накаты на населенный пункт Нитайлова и Уманская. На подступах к данным селам враг сумел закрепиться, и там идут сейчас позиционные бои. То есть Авдеевское направление стало таким же горячим, как и Бахмутское и Новопавловское. И вот плавно переходим к Новопавловскому направлению. Это южный фланг главного удара в попытке начать наступательную операцию с рашистскими войсками. И на Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное, где враг 29 раз пытался прорвать нашу оборону. На данный момент тяжелые бои продолжаются в Георгиевке, Новомихайловке и Красногоровке. Также возобновились активные боевые действия юго-восточнее Углидара. Но, несмотря на такую высокую интенсивность боевых действий, 29 атак, наши войска удерживают оборону и линия фронта за прошедшие сутки на Новопавловском оперативном направлении не изменилась. Враг несет огромные потери на всех трех этих направлениях. Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. Вы видите многочисленные видеоролики, которые выкладывают наши бригады, наши военнослужащие. И там есть районы, где на поле находится уже кладбище бронетехники. И противник все равно не прекращает попыток в штурме наших позиций. Но такое впечатление, что последний бой, он трудный самый. Видимо, именно по такому принципу идет расширское командование. Почему? Потому что не бывает ничего бесконечного в этом мире. И они решили предпринять такую отчаянную, я бы сказал, попытку в штурме наших позиций. Потому что потом надо будет перегруппировать войска и подтягивать резервы. А резервы надо собирать и готовить. Для этого надо время. Поэтому посмотрим, насколько хватит активных боевых действий вражеских войск. Но на пока у нас ситуация на уровне, я бы сказал так, крайне тяжелой. И мы иногда вынуждены оставлять территорию для сохранения войск и изматывания противника. Измотав противника, мы отходим на более подготовленные оборонительные рубежи. Такова тактика. Это, кстати, цена того, что нам не хватает ни боеприпасов в необходимом количестве. Сегодня артиллерия работает в соотношении 1 к 5. То есть на один наш снаряд, на один наш снаряд, рашистская артиллерия выпускает 5 снарядов. Плюс нехватка средств ПВО. Работает очень активно, работает рашистская артиллерия. Видите, около 100 боевых вылетов. Это считайте, что каждый самолет как минимум по 2. 1-2, по 1-2 каба сбросил. Ну, как минимум по 2. То есть количество примененных кабов на сегодняшний день уже исчисляя, я вам вчера говорил. 7 тысяч кабов с 1 января текущего года было сброшено на наши позиции. Далее идет у нас Ореховское направление. Здесь мы наблюдаем довольно невысокую боевую интенсивность. Но все равно враг пытается атаковать наши позиции в районе Старомайорского и в районе Работиного. Не прекращаются также попытки врага зайти в саму Работина и закрепиться. Хотя и эти бои за контроль в основном происходят в южной части населенного пункта Работина. Так что до сих пор оно под нашим контролем. И как я уже вам рассказывал, прорывы вот этих штурмовых групп Работина заканчиваются тем, что мы просто открываем охоту и ликвидируем эти прорвавшиеся штурмовые группы. Ну, наша задача, главная задача удержать Работинский плацдарм. У врага главная задача срезать Работинский плацдарм и восстановить в полном объеме линию Суровикина. Я напомню, что наши позиции в районе Вербового и в районе Работина это уже приблизительно вторая линия обороны вот этого Суровикинского рубежа. Так что тут иногда сейчас очередной всплеск, до этого пару дней было затише, одна-две атаки, а вот сейчас очередной всплеск, семь атак за сутки произвел враг. Но линия фронта без изменений. Понеся потери, противник отступил на исходные рубежи и линия фронта остается без изменений. Далее Херсонское направление. Здесь продолжается интенсивность атак со стороны врага. Они, видимо, поднакопили немножко резервов и на сегодняшний день держат такой, довольно, я бы сказал, серьезный темп штурмовых действий на наши плацдармы на левом берегу. Шесть штурмов предпринял враг за прошедшие сутки на нашей позиции на левом берегу. Ни один из штурмов не увенчался успехом. Наоборот, понеся потери, противник отступил. Наши плацдармы на левом берегу продолжают сражаться, продолжают наращивать боевой потенциал, продолжают наносить врагу ощутимые потери. В общем, можно сказать, как подытожить прошедшие сутки. Это то, что тяжелая ситуация сохраняется на Донецком направлении, то есть в Донецкой области, на всех трех оперативных направлениях. Но на фоне событий возле Часового Яра, в общем, ситуация на фронте выглядит более-менее стабильной. В районе Часового Яра враг собирает резервы для штурма самого населенного пункта. То есть то, что сегодня враг пытается штурмовать нашу линию обороны в районе на Бахмутском направлении, там есть особенности. Если посмотрите на карту, то для того, чтобы подойти к Часовому Яру, надо взять целый ряд населенных пунктов, чтобы не вклиниваться узким клином и не получить фланговый удар от наших войск. Поэтому противник вынужден идти широким фронтом, выдавливая наши войска, что у него получается очень и очень слабо. Но это не основные силы наступательной группировки. Основные силы ударную группу, я так понимаю, враг сейчас будет формировать. Пока вот эти войска первого эшелона пытаются сформировать поле боя, то есть выйти на более выгодные рубежи, за их спиной расистское командование пытается формировать ударную группировку для последующего штурма Часового Яра. Как это у врага получится, ну будем посмотреть. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава и техники врага, по двум средствам противовоздушной обороны противника и по одной станции радиоэлектронной борьбы противника. В общей сложности за прошедшие сутки общие потери расистских войск составили в личном составе 1130 человек. Обратите внимание на число, какой резкий скачок в количестве потерь среди личного состава. Это говорит об интенсивности боевых действий, что она тоже резко скакнула вверх. Также враг потерял 23 танка, 47 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, 3 реактивных системы залпового огня, 1 средство ПВО, 40 беспилотников оперативно-тактического уровня, 1 ракету, 57 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Вот такие общие потери врага на всей линии фронта от Сватова до Олешек. И такая сложилась военная обстановка в Украине на всех оперативных направлениях и на линии фронта. Ну а мы с вами поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая сложилась в нашей стране и вокруг нее. У нас, ну начнем с санкционной политики, она продолжается и в принципе, я так понимаю, что скоро не останется уже в свободных или нетронутых сфер торгово-экономической деятельности Российской Федерации, которые не попали бы под санкции Соединенных Штатов и наших стран-партнеров. США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из Российской Федерации, а также торговлю этими металлами с РФ. Об этом сообщает Министерство финансов Соединенных Штатов и Британское правительство. Наши новые запреты на ключевые металлы, согласованные с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, продолжают нацеливаться на доходы, которые Россия может заработать, чтобы продолжить свою жестокую войну против Украины, заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. В Эстонии появилось предложение признать Московский Патриархат террористической организацией. С чем это связано? Связано это с тем, что спецслужбы Эстонии подозревают Московский Патриархат в шпионской и террористической деятельности по разжиганию ненависти и подрыву государственности в самой Эстонии. Кстати, у нас тоже самое. Очень хорошая идея. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляем Немец обратился с соответствующим предложением к эстонскому парламенту. По его мнению, таким образом удастся разорвать связь между Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата и Москвой. Кстати, очень хорошая идея. Я думаю, нам бы на вооружение стоило бы ее принять. Далее, министр обороны Британии хочет дать Украине Dragonfire, лазерное оружие для сбивания дронов. Ну, пока это только идея. Почему? Потому что в январе месяце, январь-февраль только прошли первые испытания, это лазерные пушки. Кстати, я вам говорил, мы несколько раз за время нашего общения возвращались к вопросу лазерного вооружения. Там есть проблемы. На сегодняшний день, я тогда говорил, что практически все страны, кроме США и Израиля, свернули эти разработки. Видите, Британия вернулась. И опять начали, они уже вышли на полигон, начали испытывать свою лазерную пушку. Проблема лазерной пушки лежит в двух плоскостях. Это энергия, необходимая для выстрела лазера. И второе, это прозрачность воздуха, которая очень сильно влияет на эффективность самого лазера и дальность его действия. Ну, видите, Британия решила возобновить свои разработки. И о чем они говорят, что точность, мощность, все хорошо. Низкая себестоимость. Им, кстати, удалось британским ученым и разработчикам добиться стоимость одного выстрела 10 фунтов. То есть накачка лазера энергии обходится всего-навсего в 10 фунтов. Потом блик и это и есть выстрел пушки. Ну, как в фильмах «Звездные войны» Бластер выстрелил и что-то поразил. Так вот, они хотят опробовать это оружие в боевых условиях. То есть предоставить его нам. Кстати, я напомню, что Соединенные Штаты собирались довольно серьезно заниматься лазерным оружием. И ведутся до сих пор, кстати, разработки. И вот этот авианосец Джон Феджеральд, самый новый, который был спущен на воду и стал в строй в 2019 году, у него есть штатные места для размещения лазерных пушек. Но на пока и этот авианосец, и другие корабли военно-морских сил Соединенных Штатов Америки ведут бой с воздушными целями или готовятся к ведению боя с воздушными целями обычными средствами вооружения. То есть ракетами и стрелковым оружием. Оно тоже у них довольно совершенно, оно работает в автоматическом режиме. Но тем не менее, лазер все-таки по своей скорострельности, эффективности и точности, он намного превосходит. Ну, при условии, что прозрачность воздуха обеспечивает отсутствие потери мощности этого лазера. Далее, Бельгия расследует предполагаемое вмешательство Российской Федерации в европейские выборы. Ну, помним скандал, да, в 2020 году вмешательство в американские выборы. Теперь, оказывается, в европейские выборы Россия тоже пытается вмешиваться. Но здесь немного другой подход. Если в США там подход был через киберпространство, через интернет, хакерские атаки, подтасовки данных на вот этих электронных машинах по посчитыванию бюллетеней, у них система полуавтоматизированная, почти автоматизированная, так правильно будет сказать. То здесь, в Бельгии, премьер-министр Бельгии Александр Декро объявил о начале расследования предполагаемого вмешательства РФ в общеевропейские выборы, которые должны пройти в июне. По его словам, разведслужбы страны подтвердили существование Российской агентурной сети, ведущей работу в нескольких европейских странах с целью подорвать европейскую поддержку Украины. Бельгийский премьер уточнил, что спецслужбы страны тесно сотрудничают с властями Чехии, где была раскрыта диверсионная операция Москвы. Помните, да, когда была попытка взорвать склады с боеприпасами. Как показало расследование, членам Европарламента предлагали деньги за поддержку нужных Кремлю нарративов, то есть распространение рашистской пропаганды. Кстати, было несколько скандалов, и там сейчас, в отношении некоторых европейских, европейских политиков ведутся разного уровня, ведутся следственные действия, возбуждены уголовные дела по факту дачи взяток, получения денежных, незаконного получения денежных средств с целью продвижения российских нарративов в европейском политическом пространстве. Ну, нельзя обойти события Ближнего Востока. Там развивается, очень бурно развивается событие. Началось с того, что Иран начал размещать ролики, пропагандистские ролики, которые угрожают Израилю. Так называемый удар возмездия против Израиля готовит Иран. Ну, вот, например, все официальные СМИ иранских прокси, у них уже даже есть официальные СМИ, выложили пропагандистский плакат с надписью «На пути к Иерусалиму». Плюс, иранские средства массовой информации распространили видеоролик, где иранские ракеты баллистические разворачиваются для пусков, с тонким намеком, что эти пуски могут быть по Израилю. Многие страны приняли это всерьез, эти угрозы, начали отзывать своих граждан, или, во всяком случае, предлагать своим гражданам либо покинуть Израиль, либо не въезжать в Израиль в ближайшие дни. А такие страны, и причем этих стран становится все больше с каждым днем. Соединенные Штаты Америки привели свои войска в Красном море и в Персидском заливе в высшую степень боевой готовности, то есть они там ощетинились оружием, во все оружия находятся. Но вчера вечером Джо Байден, президент Соединенных Штатов, обратился к Ирану напрямую с предупреждением не наносить удар по Израилю, так как это не приведет к успеху, и Иран получит поражение в результате этого удара. Видимо, намекая на то, что Соединенные Штаты помогут Израилю, но они союзники, они обязаны помочь Израилю в ответном ударе по Ирану. Или упреждают, может быть, упреждающим ударе, как примет решение Белый дом. Но тем не менее, ситуация очень накаленная сейчас вокруг Израиля. Насколько она соответствует действительности, сказать очень трудно. Почему? Потому что источник информации, я вам вчера об этом рассказывал, источник информации не назван CBS, изданием CBS News, которая позавчера сообщила о том, что Иран вот-вот ударит по Израилю, и что этот удар может состояться буквально в течение ближайших несколько часов. Но уже, слава Богу, прошли сутки, удар не состоялся. Политическая активность вокруг этих событий резко возросла. То есть, вы слышите, что и страны начали реагировать вокруг, на Ближнем Востоке и в мире. Например, Германия тоже призвала всех своих граждан срочно покинуть Иран. Кстати, Иран. И из Ирана, да, тоже отзывает своих граждан разные страны. Из Израиля отзывает граждан своих тоже разные страны. Соединенные Штаты привели войска в полную боевую готовность, которая находится на Ближнем Востоке у них. Ну и президент США обратился к Ирану не наносить удар, так как это не приведет к успеху. И, конечно же, вишенкой на торте сегодня, сегодня будет вишенка на торте в военно-политическом блоке. И вишенкой на торте я вам приведу статистику. Статистику, которая предоставлена изданием The Insider. И касается она российской авиации. Так вот, за время массированного вторжения российских войск в Украину, а именно с 24 февраля 2022 года, Российская Федерация сбила по меньшей мере 13 единиц своей авиации. Это то, что официально подтверждено и задокументировано. То есть есть фото, видео, доказательства этого friendly fire, дружественного огня. То есть система ПВО РФ сбивает свои самолеты налево и направо. Итак, 13 летательных аппаратов было сбито системами ПВО Рашизской Федерации. Своих же самолетов. Как отмечает издание, большинство случаев произошли с начала 2024 года. То есть в этом году. По итогам, или как бы подводя статистику, можно на сегодняшний день, потому что не закрыта эта статья. Я думаю, она будет продолжаться. Рашизская Федерация потеряла 4 многоцелевых истребителя Су-35 в результате friendly fire. 3 истребителя-бомбардировщика Су-34. 2 самолета дальнерадиолокационного обнаружения и управления А-50У. Многоцелевой истребитель Су-27. Военно-транспортный вертолет Ми-8. И многоцелевой вертолет Ми-24. Еще один самолет Ил-22М-11. Это воздушный летающий командный пункт. После поражения удалось посадить, однако самолет теперь нуждается в долгосрочном ремонте. То есть он дотянул до аэродрома, его подбили, он дотянул до аэродрома, но летать он теперь не может. В ожидании долгосрочного ремонта. Ну, кстати, вот у меня, я когда читал эту статистику, то я задался вопросом, а почему не учли, вот как считать, дружественный огонь или нет, когда войска Пригожина, его ЧВК Вагнер валила российские вертолеты и самолеты по пути в Москву. Когда вот марш справедливости был с Ростова-Москва, тогда они сбили Ил-20, такой же Ил-22А, летающий командный пункт, там погиб весь экипаж и эти управленцы на борту находящиеся, и пилоты. И плюс они там сбили еще несколько вертолетов. Это что же можно считать, френдли фаер, сами своих же валили. Или по какому-то критерию издание «Инсайдер» не относит войска Пригожина, ЧВК Пригожина к российским войскам. Это не дружественный тогда получается огонь. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. И, конечно же, не забываем о том наводнении. Москва утонула, как мы начинали сегодняшний обзор. Сегодня мы отмечаем очередную дату потопления крейсера «Москва» нашим славным «Нептуном». Произведением или разработкой конструкторского бюро «Луч». И, соответственно, вспоминаем о наводнении, которое происходит до сих пор, идет и нарастает еще. Да, сверху там вода немножко стала уже спадать. В Орске вроде упала на полметра вода. Но дальше Оренбургская область, Кемеровская область, они еще начинают пребывать. Кстати, Российская Федерация опять же обвиняет Казахстан, что они спровоцировали якобы неконтролируемый сброс воды. Казахстан, наоборот, говорит, что и как-то казахам больше верится, потому что там обычные граждане в различных социальных сетях постят ролики, рассказывая, какие ужасы в плане вот этого водосброса творят российские власти на границе с Казахстаном. И затапливают Казахстан, и зажигают поля Казахстана, выжигая свои поля, когда им не нужна трава сухостой, они провоцируют пожары, которые переходят границу Казахстана. В результате тушения этих пожаров гибнут сотрудники пожарных частей Казахстана. То есть Россия, как говорится, при таком соседе и врагов не надо для Казахстана. Как относится Российская Федерация к своему южному соседу Казахстану. Кстати, самая большая протяженность сухопутной границы между Казахстаном и Российской Федерацией. В мире. Вот так вот. А Россия все переворачивает, как всегда, все переворачивает наизнанку и делает вид, что они правы, они бедные и несчастные, а их все вокруг обижают. Ну что ж, я надеюсь, что когда-то все равно справедливость в мире восторжествует и мировое сообщество разберется, кто прав, кто виноват, и осудит Россию за ее преступления. Как гуманитарные, так и военные. Которые они совершают по всему миру. Не только в нашей стране. Просто в нашей стране это вылилось в большую войну. И из-за нападения Рашистской империи на нашу страну. Мы никого не трогали. Они к нам пришли с оружием. Захватывать наши земли. Ну что ж, на этом мы сегодня наш обзор оперативной обстановки закончим. Следующий выпуск будет в понедельник. Так что до понедельника я с вами прощаюсь. И как обычно напоминаю, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. А тем, кто смотрит этот ролик, пожалуйста, поставьте ему лайк. Для того, чтобы его могли увидеть как можно большее количество людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины, в наших не птуньев, которые топят Москву, а перемога наша, слава Украине!